Весь спектр проблем, которые сейчас волнуют общество, он уже был ранее высказан. Я хотел бы перейти к практическим шагам по урегулированию той самой проблематики, которая сейчас есть, и озвучить именно вот эти моменты. Что мы делаем со своей стороны? Допустим, первой площадкой для конструктивного диалога между, скажем так, оппозиционными друг к другу силами националистических организаций, националистической молодежи и кавказских организаций, первой площадкой был Кавказский форум российской молодежи, который был проведен нами в Карачаево-Черкесской республике. И вот Алексей не даст соврать, что такой диалог, такое взаимодействие было достаточно успешным в рамках этого форума. Был Алексей Михайлов, Александр Басых, был Дмитрий Демушкин. Также были привлечены представители, конфессиональные представители, в том числе из Русской Православной Церкви был Максим Марков, из Муфтията были официальные лица. И этот диалог действительно возможен, и тому пример Кавказский форум российской молодежи. В рамках этого форума мы смогли найти несколько моментов, на которые можно опираться, несколько моментов, которые могут быть плацдармом, скажем так, и от чего мы можем отталкиваться. И на сегодняшний день уже есть, скажем, вопросы, в которых мы нашли общее ключевое решение, общую позицию. Допустим, мы, уже есть предварительная договоренность и понимание того, что такие лозунги, как, допустим, «хватит кормить Кавказ», и это признают представители нациалистических организаций, они соответствуют действительности и являются некорректными. В то же время официальная позиция Российского Конгресса народов Кавказа, что, в принципе, инициаторами были именно представители нациалистических организаций, а давайте, говорит, сделаем так и напишем официальное письмо, чтобы все бюджетные, скажем так, вливания и бюджетные средства, которые идут в Северо-Кавказский федеральный округ, они были прозрачными. Мы согласны, официальная позиция Российского Конгресса народов Кавказа, что мы согласны на этот шаг, мы согласны подписаться об этом письмом, чтобы все бюджетные вливания на Кавказ, они были прозрачными, и любой гражданин среднестатистический мог зайти на сайт Министерства соответствующего компетентного и увидеть, сколько, что и куда. Но дополнительно к этому параллельно вливание в Москву и в другие регионы, чтобы были прозрачными, для возможности сопоставлять. Далее. Хотелось бы еще один момент озвучить, что такая позиция, как межконфессиональный конфликт, нами не разделяется. Межконфессионального конфликта в Российской Федерации нет. Есть обострение с одной или с другой стороны. Допустим, радикализация молодежи на почве ислама, с другой стороны радикализация. Но межконфессионального конфликта нет. Межэтнический, да, конфликт без культуре, безусловно, на почве без культуре существует. Но конфликт между конфессиями и в то же время, как нам пытаются навязать конфликт между христианской и мусульманской цивилизацией в рамках Российской Федерации, такого конфликта просто не существует. Взаимодействие с молодежью методы профилактики девиантного и асоциального поведения в молодежной среде, в частности, кавказской молодежи, которая приезжает из региона Северо-Кавказского Федерального округа и ведет себя неподобающе своим традиционным ценностям в рамках Москвы. Такое взаимодействие ведется. Допустим, первые шаги – это мы ходим по вузам, Союз студенческих землячей, Российский конгресс народов Кавказа и иные организации в рамках клуба «Многонационная Россия» в том числе ведется такое взаимодействие. И мы сейчас планируем провести встречу, расширенную встречу молодежи, кавказской молодежи, со всеми постоянными представителями субъектов Северо-Кавказского Федерального округа при президенте Российской Федерации. Площадку нам в ближайшее время должны предоставить. И кроме того, как кавказская молодежь сможет задать спектр вопросов, который волнует их, в то же время старшее поколение в лице официальных представителей властных структур могут высказать свое назидание этой кавказской молодежи. Это тоже будет являться методом такой профилактики, скажем так. Относительно русского вопроса, я долго не буду здесь разгогоствовать, относительно русского вопроса. Безусловно, такая проблема существует, и уязвимость русского населения на данный момент действительно в некоторой степени потеря своих традиционных ценностей. Но хотелось бы, чтобы вся проблематика не искала козлов отпущения в лице кавказских народов. Кавказцы при правильном подходе готовы выступить в авангарде помощи русскому населению. И быть первыми помощниками в этом. Главное то, как мы будем позиционировать друг друга, и как мы будем воспринимать друг друга. Я призываю всех к диалогу и к тесному конструктивному взаимодействию. Спасибо большое.